Вспомнив легенду о том, что в декабре 1941 года воздушный крестный ход чудесным образом остановил наступление немцев под Москвой, возникла идея принести над городом Видное Казанскую икону Божьей Матери. И слава Богу, сегодня не война, но люди должны верить, что все будет хорошо и страна справится с нынешней ситуацией. Стать участником столь необычного полета предложили настоятелю Богородице Рождественского храма села Тарычева священнику Вячеславу Корниенко. Отец Вячеслав охотно принял предложение. Впервые полетите, не страшно? Нет, не страшно. Ну, конечно, как перед любым полетом всегда есть волнение. В мероприятии приняли участие пилоты региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Московской области совместно с пилотами клуба «Парамотор». Для полета был подготовлен тандемный паралет. Старт планировался с парадрома, находящегося на территории села Покрова Подольского городского округа. Сначала инструкция по технике безопасности. Ее проводит Василий Дьяченко, пилот-инструктор, президент региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Московской области, мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион мира по сверхлегкой авиации. К слову, он и займет место пилота. Затем на взлетном поле священник Вячеслав Корниенко совершил молебен. На паралете два места. Сзади сидит пилот, спереди пассажир. У пассажира непростая задача. Обычно он держится за дуги телеги паралета. Но в этот раз у отца Вячеслава в руках казанская икона Божьей Матери весом в несколько килограммов. Вот заревел мотор, и паралет, проехав несколько метров по полю, оторвался от земли. Набрав высоту, взял курс на видное. Маршрут, утвержденный с московским зональным центром, пройдет через три муниципалитета – Подольский, Домодедовский и Ленинский городские округа. Руководитель полета постоянно на связи с пилотом Василием Диченко и диспетчерами. 40 минут длился полет и успешно завершился там же, где и начался. Впечатления очень замечательные. Пролетели над городом Видное с иконой. Читали молитву в полете. В помощь верующим в эти тяжелые времена, я думаю, что хоть какую-то мы влепту внесли, для того, чтобы укрепить дух. И веру в то, чтобы эта зараза побыстрее нас покинула. И всем здоровья, сил, терпения. За полетом наблюдал Федор Шилов, первый заместитель главы городского поселения Видное, член клуба «Парамотор», один из инициаторов мероприятия. Это большое, хорошее дело. Для поддержки наших сейчас в это трудное время, поддержки всего нашего сообщества, всех наших людей, которые сейчас находятся в сложном положении. Всем добра и здоровья. Находясь в таком месте, трудно было удержаться от предложения подняться в небо. Все то, что испытал сейчас отец Вячеслав, я тоже решила попробовать. Правда, видно, меня никто не повезет. Прокатимся здесь, над лесом. Стоял прекрасный день. И с высоты 200 метров такую чудесную видела земля. И я подумала, мы все преодолеем, справимся со всеми бедами. Главное – верить. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.